Дай почитать. Красные, увлекательные истории, притчи о красоте окружающего мира, настоящей любви и действенном добре. Автор, замечательный детский писатель, философ Виктор Кротов решил разрушить привычный для детских сказок перечень персонажей. Всякие там волки, медведи, лисицы, собаки, кошки и петуки. И сделал главным героем очень интеллигентного и глубоко думающего Червячка Игнатия, который с упоением читает книги в интернете, с азартом посещает концерты, с наслаждением пьет чай и даже делает зарядку по утрам. Червячок Игнатий без преувеличения добрый, начитанный, умный и трудолюбивый. А еще он прекрасный друг. Для божьей коровки пятнашки, для жука Дормидонта, для светлочка Люксика, для слезнячка Лямбы, для паука Пафнутия, для стрекозки Зои и многих других. В книге Виктора Кротова «Червячок Игнатий и его удивительная жизнь» три цикла сказок. Червячок Игнатий и его чаепитие, Червячок Игнатий и его чудеса, Червячок Игнатий и его размышления. И если в первом цикле мы прочтем о «Червячной норке», где всегда для друзей накрыт чайный столик, за которым можно обсудить невероятные происшествия, то второй цикл о том, как много удивительного в окружающем нас мире, и надо только внимательно глядеться по сторонам, присмотреться и понять, чудеса скрываются в настоящем. Наконец, в третьем разделе взрослый, читающий ребенку эту наполненную мягким юмором, сердечным теплом и глубоким смыслом книгу обязательно вспомнит высказывание Лао Цзи о том, что не выходя со двора, можно узнать мир. В данном случае, и не сойдя с места в «Червячной норке», можно отправиться в невероятные путешествия. Вот тут-то и появятся птички-мыслички и думалка. А еще в книге незабываемо милые рисунки художника Дианы Лапшиной. Что ж, вперед в гости на чай к «Червячку Игнатию» 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!